Всем привет, дорогие друзья! Это канал Тамбили Насгейм. Продолжаем игру «Чёрная книга». Так, мы сходили к Водяному. А это у нас кто? Поп? Бог в помощь, Егор Евлампович Василиса. Здорово! Ты ж зарёкся в избут мою ходить. Ах, Поп бы дал, так не пришёл бы. Страшно у тебя. Как по лесу иду к избе, так и чую бесяков глаза. Ищащие сверкают. Так нужда привела. Кроме вас-то не поможет никто. Что случилось-то? Убили кого? Ой, Господи, помилуй, не в этот раз. По крайней мере, не человека. В кладбищенской часовенке нашли корову, которая пропала уже с пару месяцев. Я помню ту корову-то. Мы её отведать не смогли. Ну, хорошо, что нашлась-то. Так хорошо-то хорошо. Только мёртвой её нашли. Страх такой. Я слышала, в последнее время чудить в той часовне стало. А ты мне запрещал нечистого прогонять. Теперь не будешь про суеверие шарманку заводить? Да чё тут скажешь. Был неправ, Егор Евлампович. Ты уж помоги, а. Ну, буду вас в церкви своей ждать. Думаю, стоит нам осмотреть эту корову. Чё-то недоброе у меня предчувствие. Хорошо, дедушка, будем собираться. Хорошо, будем собираться в часовинку. Идём. Да-да-да-да. Холодная ночь наполнена сотнями звуков. Бесы и лесные черти пролетают под разлапистыми еловыми ветвями. Говорят, нет спасения еретникам. Верно, верно говорят. Я так думаю, на то нам и дают писи, чтобы мы ими заправлять учились. А церква, икона, это так, чтобы народ не пугать. Может, и мне с ученицей тут круг придётся чертить? Это уж как Бог даст. Ярмарка. Ну, давайте на ярмарку зайдём. Может, какие-нибудь идти будут. Несмотря на поздний час, торговля продолжается и... Вильгорд. Ох, Вася, Егор Евлампович, прибыли. Я уже не знаю, что и делать. Все молитвы перечитал. Таких страхов-то давно у нас не было. И кто с животиной такое устроил? Изверг какой-то. Расскажи, где корову-то нашли? Ой, так в старой часовне на кладбище. Там редко кто бывает. А нончи-то вообще страшатся. Так и лежит у алтаря. Что это за напасть-то на наш уезд? Что за сатана? Прости, Господи. Что-то ещё необычное замечали? Да вот, боятся идти к кладбищу-то. Блазни так. Уж много кто и к вам собирался по этот случай. Да я уверен, что вы скоро будете. Где часовня-то, в которой корову удавили? Так на кладбище церковном. Там уж как будто из-под земли звук слышали. Поэтому и реже народ туда ходить стал. Хорошо. Хорошо. Посмотрим, что там за окаянные у вас. А ты из-за кромов церковных пока оплату собери. Хорошо, Егор Евлампович. Вы уж на этот счёт не сомневайтесь. Интересно, кто тут? Ну, давай, пойдём. Ох ты ж, ёлки. Ой, нет. А вон сидит. Иконостас тоже. Хм. Поищи. Попробуй найти подсказку. Что за нечистый тут обнаружился? Нет, нет, нет. Там... Следы были. Сейчас буду туда-сюда ходить. Вот. Вы замечаете странные кровавые следы. Будто птичьи отпечатки смешались с человеческими. Ну, осмотрелась? Осмотрелась уже. Вот. Вот тут нашла следы какие-то. Ага, птичи. Нечистый шьёт иголкой без ушка. Думаешь, что это не птица никакая, а кости на ногах обломаны. А корову осмотрел. Её зубами и когтями разорвал нечистый. Это понятно. Но вот ещё нам подсказка. Железная стружка в коровьих костях. Ух, не нравится мне всё это, Вася. Давай-ка попробуем старый след открыть. Погоди-ка, я у твоих находок пошепчу. Дед Егор произносит несколько заговоров, и на земле появляются птичьи следы. Вот. У меня ещё на медне в ухе спело. Не к добру эта находка будет. Ты ж ёлки-балки. И куда она пойдёт? Вы находите окровавленный лоскут савана. Берёте его в руки. Деревья возле разломанной домовины замерли в трепещущей тишине. Вы заглядываете внутрь. Чёрный провал ведёт глубоко под землю. На кресте... Так и знал. Вы придерживаете пошатнувшегося деда Егора. Мал был ещё. Неопытен. Плохо обезвредил. Вышел на свободу. Еретник проклятый. Я ещё у коровы догадался. У нашей семьи-то такая же была давным-давно. Это он мне гостиниц оставил. Ничего-ничего. Мы его обратно в гроб загоним. Не зря я училась, дедушка. Вместе справимся. Я верёвку в церкви видела. Нужно спуститься в его логово. Спустим. Ох ты ж. Глазища-то сверкают. Прокопий! Ох, Егорка! Вот и свиделись! Что это ты пришёл? Уж не жертву ли учителю оставить? Гляди-ка какая! Черноволосая! Белая да смелая! Эх, пошкуча! Ну, сюда веди. А сам давай. Помалзывай отсюда. Какая я тебе жертва? Ты нас плохо знаешь, окаянный. Нет, девка. Это ты нас плохо знаешь. Да, Егорка? Не зря я тебя учил. Ведь ты такой же, как и я. Как ты тут жил все эти годы? Мал ты был, Егорка. Неопытен. Не знал, как меня подбить. Да теперь поздно. Долго я не мог выбраться из домовины. Твой святоши знал свои молитвы. Не то, что ты. Но ничего, не расстраивайся. Ты хорошо пожил. Вон, какой подобный стал. Смотреть тоже. Кажется, я-то получше устроился. Уже лет тридцать не старею. Ты глянь на мои хоромы. Разве не призорно на них смотреть? Как ты тут все выстроил? Очень просто. Жубы и когти со временем железными стали. А с таким инструментом работа спорится. А как имя мое истерлось на домовине, так и молитвы перестали меня сковывать. Не смешно ли? Сгинешь со своей девкой в моей же могиле. Говоришь, похожи вы с дедом? Не смей нас сравнивать, Прокопий. О, ну нет. Ты же у нас добрячок. Егорка-добряк. А не ты ли чертей послал убить меня во сне? Не забрал ли ты потом моих бесов? Ой, а это не они у тебя на плече? Я не убивал детей. Это правда. Но нет ли за тобой других грехов? Что за палка у тебя? Успишь того же рога, что и мой боток стародавний. Но что я слышу? Кажется, голос моего старого беса. О, неужели? Окаянный мне все поведал. Ох, что они тебе шептать, Егорка? Что насоветовали в конце твоей никчемной жизни? Хватит разговоров, нечистый. Тогда я не знал, как тебя изничтожить. А теперь знаю. Тебе не одолеть двух колдунов, Прокопий. Я не зря ждал этой встречи сорок лет. За четыре хода его надо убить. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь он уж точно в пекло отправится. Ну, живо. Помнишь, что делать надо? Так, как можно нечистого покойника обезвредить? Чтоб на тот свет уж точно отправился. Нужно молитву воскли... Да ты чё, Вася? Русского покойника такими средствами и не возьмёшь. Или кол осиновый в сердце забить. Или хребет сломать. Эх, будь я поумнее в те годы, он бы и сегодня не вернулся. Ну, ничего. Мы его рано одолели. Не успел тут назимогорить. Прокопий говорил, у вас посохи одинаковые. У него из рога был. Я забрал. Да, есть грешок. Только смотри, он новый раздобыл. И тоже из рога лосиного. Этот тебе нужно забрать. Если, конечно, не боишься его мести. Вы забираете старый боток Прокопия. У тебя бесы остались? Я думала, ты мне всех отдал с книгой. Почти всех. Оставил немного. Пригождаются, сама видишь. И ещё пригодятся. Давай, дедушка, разделаемся с Прокопием. Да уж, того и гляди, опять подымется. Пути, сила нечистая. Вы обезвреживаете Прокопия. А бесы помогают закрыть могилу землёй. Теперь на месте старой домовины образовалась воронка. Как ты, дедушка? А как, как? Хорошо всё. Ты про Прокопия, чё ли? Да бес с ним. Я его первый раз со свету сжил. Теперь мы вместе в пекло его отправили. Жаль, только раньше его не извел. Эх. Так, ладно, пока на этом закончим. Всем спасибо за просмотры. До новых встреч. Всем пока. Продолжение следует...